Всем привет, друзья! Сегодня у нас 17 апреля Среда На улице плюс 10 градусов ровно Сегодня у нас вроде как погодка Получше, небо голубое Но, видите, облака прям видно Когда плывут, потому что ветер сильный Качелька, видите, качается Деревья качаются Кормушка птичья качается Вот, короче Ветер сильный Наверное, поэтому баба с дедом Что-то у нас сегодня прям не домогают У деда голова даже кружится В общем, опять парничок Не удастся ему пока поставить Ну, ладно, я говорю, не к спеху Плохо себя чувствуешь, не надо никуда ходить Он думал, с Фадеем пойдут, они сделают его уже Парничок, не получается Ладно, завтра Или потом, после обеда, может, лучше станет Ну, видимо, погода меняется Потому что нам же обещают, я говорю, сильное потепление И, как бы, видимо, с юга Или откуда, я знаю, ветер надувается Не знаю, короче, откуда потепление Но несет потепление этот ветер Вот Что еще Варим Поставили с утра еще крыло Уже его достали Вот так покажу вам Вот он сваренный Сейчас мяско отреплю, спущу в суп Шкурку уберу Они не любят шкурку, попадаются, когда в супе Вот, дед мне сейчас Правда, пока я ходила на работу Я сейчас уже с работы пришла Сегодня у меня буквально один часок был Позанимались Вот Картошку начистил, спустил И морковку с луком обжарил Сейчас запущу в суп Будет суп лапша куриный Вот Кимочка вчера уроки делать не стал Сегодня Делает со своей подругой Да? Дива Див, ты хоть проверяешь, как он делает, да? Проверяешь, как делает? Правильно все делает? Видите, какая она смешная Я вчера ее маленько ходит под стригла И то хорошо, а то она совсем заросшая была с зимы Так, что ты делаешь, Фимочка? Русский язык? Да Математику уже сделал? Угу Математику уже сделал Правда, тут он уселся без меня Стол не протер Решил на кухне делать В итоге Маленько заморал, видите? Вот, жирное пятно Ну, сейчас подложил, конечно, образил уже Надо всегда стул протирать, если на кухне садишься Вот, видите, какие они решают примерчики То есть тут просто счет у них идет Вот Ну, а вот, видите, под буквой А Здесь попроще идут Под В тут на вычитание чуть посложнее И тут уже большие числа под В идут То есть как бы вот так вот Надо посчитать Вот Здесь у нас нужно перевести часы в минуты Вот они переводят, да? Тут вот памятка такая сделана На всякий случай Что можно посмотреть Один век, сто лет Один год, двенадцать месяцев Одни сутки, два-четыре часа и так далее Вот Тут такая домашка, короче говоря На распечатках дают по Жоховской программе А Русский-то он делает из обычного учебника Из вот такого вот Канакина-Горецкий, да? А что нужно сделать в упражнении? Прочитаете? Составьте, запишите предложение С любым словосочетанием А ты, что ли, все пишешь? А надо было списать, что ли, Фим? Да Кто сказал? Слышительница Да? А, ну там подготовьтесь написать Эти словосочетания под диктовку То есть она сказала Сначала дома пропишите их, да? Что-то вот сидишь, только мне не нравится У тебя рука опять не лежит Локоть-то Ну то, что внизу тетради пишет Неудобно там, да? Ну давай, расположи чуть выше Тебе же еще делать Так, о, вот так уже лучше И ноги бы опустил Тоже криво позвоночник Ой, вот так вот В общем, делаем Фадей, ну а ты, ты что будешь делать? Презентацию по географии? Давай, делать надо Ну, надо, ну, как здесь Ну, подчеркнуть Ну Мягкий знак? Ну, ну, буквы Еще, ну, ну, надо Крестник, ну, поставить Ну, первым, главным словом Ну-ка, давай И выделить И в главном слове Ну, 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 просто, ну Сделать Ну, поставить Главное слово Ну, давай Читай Лисья, нора Где главное слово? Лисья Нора Главное слово Ну, нора Нора Ставь крестик над ним А чья лисья? Да вопрос то не надо писать и нет просто главное слово выделяешь и все да а мягкий знак еще подчеркни одной чертой я буквы с двумя чертами да как вы сюда мягкий знак такого я букву двумя чертами не надо просто мягкий знак хороша хорошо дальше читаем медвежья и тоже в мягкий знак подчеркни так следующее что там сучья деревьев сучья деревьев сучья конечно сучья чего деревьев мягкие знаки подчеркни в сучьях и в деревьях смешное слово да особенно для фадея ладно все пошли в общем сейчас запустим все в суд да это маленько уроками позанимаемся и пойдем хочу сегодня я все-таки перетаскать всю петунь из класса в теплицу ну что такая жара собирается найду место постараюсь вот насчет высадки помидор не знаю сегодня получится нет мне некому землю потаскать хотела дополнить землю во что попала не охота тоже высаживать на виду на ту половину то потому что видимо на ту половину мне тоже придется высаживать потому что мало места быть на одну это половине короче посмотрим планы пока не планируем что еще с уроками не разобрались какой у нас обед сегодня получился густой прям скажем вот домашней сметанкой в общем все валюшу сажу кушать вот сама пошла работу я в теплицах в землю сейчас принесла для лука вот потом выставила все из этого парника на свет потому что в парнике все-таки скрадывается свет вот землянику все там луки все по вытаскивал кроме перца и баклажанов там их оставил внутри потеплее вот и сейчас в общем буду лучок пересаживать дальше пикировку делать вам все-таки в стакашках лучше развивается а кто хотел посмотреть на милашу пожалуйста пожалуйста да сказать привет скажи привет да девочка растет если есть желающие приобрести покупайте и милаша хорошая добрая корова добрая ласковая корова будет а вот слава богу кушать мы стали хорошо сейчас видимо я думаю может зубы у нее росли что ли она как-то не очень у меня помните я вам жаловалась как-то на не очень ест и сейчас вроде как и гранула мы съедаем и картошку мы с удовольствием целую миску съедаем а сено-то как любим ай-яй-яй короче говоря друзья всяко думали вчера знаете салюши в машине сидели пока ефима это самое ждали со школы или не вчера это было но в общем недавно думали что делать вроде думаем конюшню расширять оставлять милку себе не получается нам не все на негде хранить не на вас нам уже некуда девать перебор идет у нас уже участок поднялся а вот не молоко лишние тоже не сдашь переработкой заниматься мне некогда у меня еще есть другая работа да и не одна так скажем задач у меня очень много короче я просто не успею за двумя коровами и вот получается надо все-таки заниматься и милкиной продажей сейчас опять думаю выставить объявление на авито никуда не денешься не возьмут ну не знаю тогда тогда будем дальше глядеть да вот а так она уже большая считай полугодовалая телочка очень высокая на ножках статненькая да статненькая красотка ласковая надается гладится я вам даже покажу а вдруг кто-то местный смотрит и хочет корову себе я покажу вам захотите купить вот так вот по цене как говорится договоримся да понятно что за бесценок не отдам потому что за бесценок это знаете друзья в если выставлять на авито за бесценок берут перекупы которые на мясо их забивают очень жалко а вот вот она смотрите какая балерина балерина скажи я балерина я такой высокой да я это я тебя поглажу она в принципе это самое дается она дает вы мечка чесать вот тут вот да вот у меня стесняется правда маленько вот так вот мы вы мечкой каждый день чешем чтобы она привыкала стоит задумывать вот такая девочка но всем она будет такая высокая как мамка ее была вот но проблем мамки нахуй не конечно не будет потому что вот мама ее ушла не по своей вине а ушла из-за вины товарищи которые на ферме и зачем-то магнит засунули в желудок и желудок из-за этого не работал вот но это я так тем кто не знает эту историю рассказываю что были проблемы с пищеварением у коровы как раз из-за из-за магнита видимо на ферме было много гвоздей они спускали все магниты вот кто-то видимо это переживал нормально кто-то не переживал вот потихоньку корова в общем отошла на тот свет на радугу или как там говорят про животных да такие дела вот такие вот дела так что будем все равно продавать мы что кричим я не могу рулон никак разделать у меня опять до серединки дойти не могу сейчас буду его пробовать скобой требушить он моя подруга лежит вся в пластилине измазывалась сегодня вся грудина в пластилине вот что каждый день чистить надо смотрите на груди пластилин сиреневый ай-яй-яй ай как некрасиво себя украсить что ли решила и красиво как черный сиреневым ничего не скажешь ой на балерина сныть мы ножки тянем мы ножки-то как тянем и балерины пойдем пластилин будем вырезать ну смотри-ка чё творится да пластилин будем вырезать на ручки хочешь на ручки хочешь на ручки пойдем нагулялась и подруга вот а это самое где-то матвей то это ходить с дедом ходили не ходи пока ладно трактор смотрят который у нас стоит да который у нас старый трактор хотим его тоже не знаю хоть на металлолом тоже жалко там двигатель рабочий все на его надо конечно руки приложить сделать так кто хочет его использовать помните это тот трактор который мы в свое время пытались все накосить да то есть косить но он как бы маленький и не так это что ж такое не так это на нем легко оказалось его надо возить на уазике допустим до сенокоса на нем просто так не уедешь на самом тракторе а вот он даже без этих идет без прав без всяких всего ну просто как типа ну мотоблок не мотоблок ну если хотите вам старые ролики в принципе есть как мы косили на этом тракторе в свое время это самый-самый наверное первые наши ролики сенокос когда был еще потом мы с этим завязали что очень тяжело и в общем лучше деньги знаете накопите купить сено как показала практика лучше так вот смотрите что надела я вот всякие тут у меня растения принесла салат класса луки сельдереи вот вот они мои лучки расфасованные все земляника все полила поэтому она только примята и не пугайтесь цене все короче говоря по выставляла вот кроме вот этих товарищей огурцы баклажаны перец остались и физали здесь внутри остались ну пореже расставил им уже солнышко больше будет надо будет полить еще немножко подсохли вот ну ладно все пошла я сейчас домой надо обедать да будем с бабушкой еще успеем сегодня порассаживать все таки лук я очень надеюсь что меня ничего не отлечет ролик вроде на дела хозяйские сняла так что имею право все свои обязанности это самое выполнила пойду в школу собирать еще он сейчас уедет в школу матриюха скоро придет фаде пока еще дома пойдем пойдем все домой нюш пойдем таки дела так ну что я же говорю у меня мои планы вечно срывается дед попросил за бензинов съездить для трактора потому что сегодня не домогает тяжело ему ехать в общем поехала я ему надо потому что этот трактор завести вот поэтому хочет его завести надо ему бензин говорит не хватает полтора литра есть мало залил надо говорит еще в общем поехала я за бензином сейчас вот и фиму за одним отвозим да фим последний момент вспомнил опять давай сочинение какие-то писать там они устно рассказывают но в чем-то записывать я не знаю зачем фима зачем записывать надо устно рассказывать и все записывать зачем дать вам надо рассказывать об о природе сегодня утром то есть какой я типа проснулся увидел в окно следующее и рассказать то что увидел вот такие сочинения каждый день спрашивает учитель описание деревьев травы и там небо вот и пироги видите снега уже нигде нету но еще и у домов не прибирали сухостоя столько мусор какой-то образно надо чтобы кто-то убирал вдоль дорог но видимо во дворах потому что убрали а здесь вот что-то как-то как-то так себе ну ладно чем поехали мы потихоньку сейчас пока 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 бига побежал со своим сочинением потому что сегодня проволандился давай беги беги опаздываешь иди хорошо понес молоко сейчас у него тут заказали молоко несет детский автобус едет школьников везет к началу занятий вот эти автобус тоже стоит вот такие вот дела вот трактора которым я вам рассказывал с утра хотела показать но не получилось сейчас только его выкатили вообще вон там в яме стоял вот один товарищ знакомый у деда захотел его забрать у нас купить если сейчас его восстановим но как бы на ходу все но надо колеса подкачивать там почистить помыть его и в общем может быть удастся его запродать ему вот вроде как хочет косить траву или что-то такое делать короче говоря вот так у нас же к нему и грабли есть все стоит поэтому зацепили зацепили а вы чё руками собрались его толкать позже тяжелый а может тебе в воротах то удобнее было бы работать меня не хватает ну ладно и я что ли за лошадь буду так ты чё а мне где толкнуть так надо было тем же наверно этим все еще что ли зацепили у него колеса сдутые поэтому плохо едет я не могу хорошо едет чтобы в яму он у вас не катился а то сейчас как понесет спущеных колесах поднесется а яма не крутая Что-то такое... А мне куда? В ту сторону опять, что ли, закрывать? Я в эту закрою. А, дверь открыта? Ну, сам закроешь туда. Что? Не едется? Да толкаю. Ой, не, Матвей. Тут такие спущенные колеса, что... Не, дед, ты что? Чего-то слезать. Да, с тобой еще тяжелее, ведь. Что-то у нас мусор сегодня не забирает, так и стоят мешки. Там, порой, мы закатим. Да? Ты бы лучше насосик снял. О, что-то там крутится. Сцепление это это. Толкай, толкай. А вы не сломаете так? Налево поворачивай. Не хочет заводиться, потому что у него бензонасос этот, видимо, что-то с бензонасосом, где, говорит, надо продувать шланжики все там, да, клапан, возможно, уже эта, мембрана засохла, надо, говорит, поменять. Ну, ремонтом, короче, заниматься надо. Помоги-то... Не знаю. Сейчас, помогу, так ты на нейтралку туда ставь, сейчас я камеру уберу. Вот, дотолкали, мы таки вон оттуда вот сюда. Дальше лебедкой думаешь? Ну, колеса закачаем. Так я тебе говорю, сними бензонасос, может, там шланг продуешь, и он заведется. Я не буду тебе сходить. Нет, ну, понятно, но все равно. Тебе какая разница, если не получится? Я сниму, продую, только в ограде. Ну, ясно. А Алеша куда машину ставить будет? Идем. Ладно, победой-то я успела, вот чай вообще не попила. Пить-то хочу, пойду попью чай, и пошла на работу. Вот так я сегодня пересадила лук, друзья. Ай, что за жизнь такая? Ни времени не хватает в сутках, ну, вообще не хватает. Ничего не успеваю. Ну что, друзья, сейчас покажу вам маленькую. У меня на вечер столько планов. Сейчас сходили, уже подоили, все. Молоко стоит. Сейчас слила в кастрюлю еще то, что у меня там утреннее, маленькое вечернее, вчерашнее. Что-то вот я подкашлюсь, все. Вот, и это буду перегонять сейчас на масло, то, что вечернее, да и вот, потому что вроде никто сегодня не заказывал больше. Вот, и будет у нас маслица. Уже надо копить маленько, скоро же Пасха, будем куличи там делать, да все такое. Надо, чтобы масло было. Вот, но это не все. Еще я сварила творог, сейчас буду его отсаживать, сливать на сито. Будет у нас, наконец-то, хороший творог, потому что в тот раз загубила я. Балда такая, перегрела. Вот, ну, бывает, бывает такая, на старуху проруха, как говорится, не уследишь иногда. Вот, что еще, какие планы. А, мы еще съездили, успели в 5 часов. Ну, вот, Алеша пришел с работы, поел, когда поехали, мы до Натальи съездила. Она заказывала, там, ей привозят мясо, эту курятину заказали, бедрышки и свинину. Ну, готовить просто, чтобы мясо было. А то у нас одни суповые наборы, хочется иногда и второе блюдо, да. А вот, а у нас тушенка только из своих индюков, как бы, из мяса индюков. И все, и суповые наборы. Так что мы сегодня свининку прикупили и окорочка взяли. Ну, там, окорочка, окорочка, а не бедрышки, да. Окорочка. Вообще, вечер заговариваюсь по-черному. Так, ну, мне удалось сегодня попересаживать. Я вам еще и хотела показать сегодня у меня вот эти все товарищи выскочили, наконец-то, в большие ведерки. Ну, эти в стаканчики, вот. Петуньку пересадила, вот такую сиреневую. Она вот такая же будет, по-моему, как эта. Посмотрите, как это цветет шикарно. Сиреневая звезда, она, что ли, называется вот такая вот. Что-то такое. Вот она вся и свелась. Я ее даже, не помню, прищипывала или нет, но она даже и не хочет никуда тянуться. Вот это вот, это из дорогих, конечно, петунь, которые вот дорогие. Стоят они, конечно, того, что там говорить. Колиусы эти пересадила уже, вот такие стакашки. Эти еще не успела. Это у меня от Малиника, которые какие-то супер-пупер клубники-то классные. В общем, несколько кустиков есть, надо будет рассадить. Вот, а так вот помидорки все это рассадила и рассадила ящик порея лука. Один ящик рассадила. Не знаю, сколько там штук, 20, наверное, их. Вот, так что, в общем-то, пошел процесс, как говорится. Видите, сначала пока землю натоскала, пока воду налила, в общем, подгодовительная работа только столько было. Вот, ну ладно. Завтра дорассаживаем еще оксибишен. И, в общем-то, я здесь закончу и буду перемещаться в теплицу. Будем помидоры высаживать уже в гряду. Сейчас пойду все закрою. Ну, вот, с молочкой сейчас разберусь. Поставил уже нагревать для сепарации молоко. Вот, Фима гуляет с Нюшенькой, ходит на полянке там и качается на качели, мандаринку ест. Я вам сейчас покажу, собственно, если он еще не ушел. Хотела просто показать, что я делала сегодня. Успела, что. Вот. А дед у нас с Матвем уехали стрелять, стреляют. Ох, что-то такое стреляет у меня. А, нет, еще гуляют. Вон они. Фима, помаши ручкой. Помаши ручкой, говорю нам. Со школы пришел, вроде все нормально. В Одессе сегодня у нас презентацию на пятерку по географии издал, рассказал там у доски все. Вот, про драгоценности, эти Урала-то, камни всякие. И не камни полезные, ископаемые. Вон Нюшка, видите, бегает. Грядку мне вытаптывает. Упорно она эту грядку вытаптать хочет. С клубникой. На улице сейчас плюс 13 градусов. Пойду сейчас все теплицы закрою еще на ночь. До коврики включу. А вот эти товарищи вот лежат у мисочки, у своей, да? Караулем. Мяу, конечно. Эта красотка тоже что-то ждет, но они мясо ждут. Видите, вот оно мяско такое у нас. И вот такое у нас мяско. Это, наверное, что-то такой ложечный. Так вот. Все это тоже надо разделать сегодня. Разрезать, то есть, это разрезать на голени и бедрышки. Тут надо тоже порционно разрезать. Короче, занятие у меня сегодня что-то до полдесятого точно. Ребятишка в уроке делает. А бабушка отдыхает со мной за компанией. Она сегодня уже наработалась. Да, она в первую смену робота, я больше во вторую. Ну ладно, все, давайте тогда до завтра. Прощаюсь с вами, все. Пока-пока.